Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как я однажды попала на красную дорожку гламурной премии Glamour Woman of the Year, то есть гламурная женщина года. Все это действие происходило в конце мая 2012 года. Именно тогда мое первое агентство, Main People, на которое я работала, уже перестало существовать и я искала новое агентство, куда я бы могла бы продавать свои фото и видео контент. И тогда у меня появилось английское агентство Demotics, где я зарегистрировалась и стала продавать все, что я снимаю. Ну как продавать? Конечно же, заработки пошли не сразу, то есть я стала туда загружать свой контент. И вот так вот где-то на просторах интернета я нашла информацию о том, что огромное количество мировых звезд, кино, театра, поп-индустрии и других женщин из категории селебрити приедут на вот эту вот премьеру получать свою награду. И если честно, я даже не думала, что я куда-то попаду и что-то увижу. Просто решила, чем черт не шутит, дай-ка схожу. Все равно было у меня свободное время и всегда, если у меня есть возможность, я стараюсь хотя бы одним глазком взглянуть, могу ли я там что-то снять и сфотографировать или нет. И вот так вот в назначенный день я пошла на Бейкерли Сквея. Это площадь, о которой я тогда еще не знала, которая находится в районе Мэйфея. Для тех, кто живет в Лондоне и ориентируется в городе, это находится немножечко позади станции Грин Парк. Когда я по GPS нашла эту площадь, решила ее обойти, так как в принципе ничего не увидела. Но в конце площади оказался какой-то белый шатер и я смотрю, стоит большая очередь. Ну как большая, человек 150. Я спросила, вы стоите вот на это мероприятие? Они говорят, да. Ну я говорю, я за вами. Так вот где-то я простояла полтора часа и нас стали куда-то запускать. И вот эта вот очередь, ну за мной может быть еще человек 100 организовалась, распределялась на две стороны. По одной стороне шла фан-зона, по другой фотографы, ну и остальные фанаты, которые желали увидеть своих кумиров. Ну я, конечно же, полезла на сторону фотографов. Думаю, если фотографы идут туда, значит мне тоже туда. Но так как фотографов пускали первыми, я встала немножечко сбоку от фотографов. И в принципе, так как я снимала видео, мне не нужно было снимать фронт, то есть под прямым углом. Поэтому сбоку получилось даже, может быть, лучше, чем у профессиональных фотографов. И через некоторое время стали прибывать вот эти вот звезды. Пожалуй, это было самое звездное мероприятие из всех, что я видела на тот момент. Ну разве что концерт Горбачева, о котором я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Именно там я впервые увидела огромное количество международных звезд, как сцены, так и кино. Конечно, потом, впоследствии, я уже встречала такое количество звезд, не только женщин, но и мужчин. Например, на премьере фильма о Джеймсе Бонде, на которых я была два раза. Это были королевские премьеры с посещением принца Чарльза и Камилы Паркер-Боллс. И на другой премьере были Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Принц Гарри. Об этом, обо всем я уже рассказывала. Кому интересно, смотрите в этом ролике. Ну и потом на различных премиях года тоже на красной дорожке я ходила, типа Бафта, английская кинопремия. Там тоже я видела огромное количество звезд. Обо всем об этом тоже уже рассказывала. Ищите ролики на моем канале. Очень много таких вот звездных событий я посещала и снимала. И об этом я рассказываю на своем канале. Ну а сегодня про Женщину Года. Итак, кто же прибыл в том году получить премию Гламурная Женщина Года? Конечно, в 2012 году я еще не знала многие лица. И просто понимала, что это приезжают какие-то звезды, так как фанаты ревут, а-а-а, там зовут какие-то имена, называют. Фотографы рядом со мной кричат, выкрикивают имена тех, кто прибыл. Кого я узнала из всех, кто там был, это была Донателла Версачи. В таком блестящем телесного цвета платье со своей дочерью она прибыла на машине. Очень тесно машины вписывались между двумя сторонами фанатов. Там буквально даже пройти вдоль машины было невозможно. А некоторые звезды ходили к фанатам, подписывали им постеры, давали свои автографы, фотографировались с ними. Так вот принято в их культуре общаться не только с организаторами и устроителями таких вот премий, но и, конечно же, поддерживать связи со своими фанатами. Я увидела Кайли Минок, Джессику Альба, Джесси Джей. Я понимала, что это знакомые лица, но иногда я даже не знала их имен. Только потом, когда я уже стала подписывать эти фотографии для того, чтобы отправить на стоки, я уже находила подписи к своим фотографиям профессиональных фотографов и уже потом узнавала, кто это был. А когда приехала Эва Лангория, ну, мы так её знаем. Я когда-то в юношестве смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», и мне очень нравилась эта актриса. я слышу, что фотографы кричат «Ива! Ива!» Думаю, что такое Ива, это же Ева Лангория, Эва. А они называют её Ива. Ива! то есть очень много особенно в именах иностранных звезд мы делаем в переводе ошибки и поэтому мы знаем его лангория а ее зовут и его лангория ну да ладно приехала на уме вот я вообще не знала кто это такая но я вижу лицо знакомое а потом когда я попала случайно на премьеру фильма о принцессе Диане где она играла главную роль я уже второй раз увидела наоми от и уже знала что это она а также я признала наше русское лицо супермодели натальи водяновой но все они очень быстро выходили из машин там буквально не было места даже где-то попозировать они прямо рядом с открытой дверью автомобиля стояли и позировали для фотографов и сразу быстренько убегали в свой шатер ну а в шатре уже проходило неформальное общение после чего когда уже все звезды съехались началось награждение и многие из этих звезд получили звание гламурной женщины года естественно когда я работала в гламурном журнале а main people я должна была снимать звездные аутфиты то есть как они наряжаются во что обуваются какие у них сумочки и как красятся и так далее поэтому и здесь я применила все свои знания и и попробовала в деталях поснимать их наряды к сожалению следующие годы я так и не попала ни на одно из таких вот мероприятий или не могла я работала няней в тот момент или я не могла найти информацию о том каких еще звезд мне удалось снять на этом мероприятии смотрите сейчас пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч накануне лета в лондоне выбрали лучших из лучших среди прекрасной половины человечества на вручение премии гламур вуман эвордс 2012 как бабочки на огонь слетались самые красивые богатые и знаменитые персоны среди гостей были замечены каля минок и эва лангория донателла версачи и джессика альба наталья водянова и алиша викстон род стюарт джесси джей лео мишель и многие многие другие все гости выглядели ярко свежо и гламурно в соответствии с летним настроением и вечерним мероприятием в моде по-прежнему фигурировали кружево и гофрированные материи обувь многих звезд привлекала внимание сочными расцветками а женские юбки своими пышными формами каждая награда в области кино музыки и телевидения нашла своих героев и была вручена на праздничном гала вечеря